На детском радио мы слушаем русскую народную сказку «Вершки и корешки». Жил-был в деревне мужичок. В крайней избе, что стояла возле самого леса. А в лесу, совсем недалеко, жил медведь. Готовил себе осенью берлогу, Ложился в неё и спал всю зиму. Лежал да лапу сосал. А вот мужичок весной, летом и осенью работал, А зимой ел вкусные лепёшки, да кашу настоящую вкусную. Позавидовал медведь мужичку, пришёл к нему и говорит «Соседушка, давай дружить». «Как же с тобой дружить? Ты такой большой и сильный, Заденешь лапой своей, покалечишь?» «Нет», – сказал медведь, – «не трону тебя, Я ведь не леса, моё слово крепко, Что сказал, то и сдержу. Давай-ка станем вместе работать». «Ну, ладно, давай», – сказал мужик. Ударили по рукам, ну, договорились, значит. Вот пришла весна. Стал мужичок саху да барану прилаживать, Чтобы землю обрабатывать, да урожай вырастить. И говорит он медведю, «Ну, Мишенька, впрягайся, надо пашню подымать». Медведь впрягся в саху, выехали в поле. Мужичок, взявшись за рукоять, идёт за сахой, А Мишка впереди, на себе её тащит. Прошёл борозду, прошёл другую, прошёл третью, А на четвёртой говорит. «Не хватит ли пахать?» Вот ты, – отвечает ему мужичок, Ещё раз двадцать, постолько же. Измучился Мишка на работе. Как только всё было закончено, Прямо напашно с усталости и повалился, Чтобы отдохнуть. Мужик стал обедать, накормил медведя, Да и говорит, теперь поспим немного, А поспав, отдохнув хорошенько, Ещё раз поле перепашем. Да так и сделали. Опять мужичок сзади, А Мишка тянет за собой саху, Ногами упирается, тяжело ему, Хоть и большой он, и сильный. Закончили работу. «Ладно, – говорит мужичок, – Завтра приходи, Станем бороднить и сеять репу, Только уговор дороже денег. Сразу давай договоримся, Как урожай делить будем, Кому что брать, Всё ли поровну, всё ли пополам, Кому вершки, А кому корешки?» «Мне вершки!» – сказал медведь. «Ну ладно, твои вершки, А мои корешки. Как сказано, так и сделано. На следующий день пашню заборонили, Посеяли репу и снова заборонили». Пришла осень, Настала пора репу собирать. Пошли они на поле, Стали таскать репу. Собрали её, видимо-невидимо. Срезал мужичок Мишкину долю, Ботву с репы. Не просто ворох, А целая гора ботвы получилась. А сам собрал свою репу И домой повёз. Медведь перетаскал всю ботву К своей берлоге, Присел, Попробовал. Да видно, не по вкусу Она ему пришлась. Да и то правда. Никто ботву от репы И не ел никогда. Пошёл он к мужику, Поглядел в окно, А мужик сладкой репы Полон горшок положил, Ест, Да Причмокивает. Ладно, Подумал медведь, Впредь умнее буду. И пошёл в лес. Залёг в берлогу, Пососал, Пососал лапу. Заснул И проспал всю зиму. Пришла весна. Проснулся медведь, Худой, Тощий, И опять к соседу В работнике проситься. Пшеницу сеять. Снова вышли они на пашню, Снова медведь Впрягся в саху И снова всё поле перепахал. Мужичок сам поел, Медведя накормил, И оба легли поспать. Выспавшись, Встали они, Перепахали поле ещё раз. А как только закончили, Медведь к мужичку. Ну, Уговор дороже денег. Давай условимся. На этот раз вершки Твои, А корешки Мои. Договорились, что ли? Ладно, Сказал мужичок. Твои корешки, Мои вершки. Ударили по рукам. Договорились, Значит. На другой день пашню заборонили, Посели пшеницу, Прошли по Ниве бараной, Ещё раз друг другу напомнили, Помнили, что на этот раз медведю корешки, А мужичку вершки. Прошло время. Настала пора пшеницу убирать. Мужичок жнёт, Не покладая рук, Сжал, Обмолотил, Да и на мельницу свёз. Принялся и Мишка за свою часть, За корешки. Надёргал соломы, Целый ворох принёс, Влез к своей берлоге. Сел на пенёк, Отдохнуть да полакомиться. Пожевал солому, Невкусно. Пожевал корешков, Не лучше того. Не знал ведь медведь, Что ни солому, Ни корешки от пшеницы И не ел никто никогда. А из колосьев достают зёрна, Готовят из них муку, А потом из муки Вкусный хлеб пекут. Пошёл он к мужичку, Заглянул в окно, А тот сидит за столом, Пшеничные лепёшки Ест сладким чаем, Запивает. Видно, такая уж моя доля, Подумал медведь, Что из моей работы проку нет. Возьму вершки, Вершки не годятся, Возьму корешки, Корешки не годятся. Залёг Мишка, Взголив берлогу, Да и проспал всю зиму. А уж с той поры к соседу Никогда не ходил.